Жители Фурманова возмущены. Обитатели этих пяти домов узнали из районной газеты, что на месте импровизированной спортплощадки скоро появится продовольственный магазин. Купить продукты для фурмановцев давно не проблема. Магазины на каждом шагу. Мы здесь в магазине уже скоро будем спотыкаться. Вот только по этому порядку здесь четыре магазина стоят. Заверем за угол еще магазин. А так по нашему району, на поселке, 15 продовольственных магазинов. Это как? Я чувствую, что они хотят попасть в книгу рекордов Гениса. По возможности воткнуть любой переволочек по магазину. А вот площадки строят куда менее охотно. Во дворах, которые пригодны для прогулок с детьми, гостям из соседних домов не рады. Во дворы идешь, там оттуда прогоняют. Здесь на качели покачаешься, она поскрипит. А вдруг ребенок здесь свалится. То есть никакой здесь хорошей площадки нигде нет. Вот в ближайших дворах вообще нигде нет. Самодельные футбольные ворота предстоит еще отвоевать. Жители уже собрали более 300 подписей против строительства магазина. Гневные письма разослали и местным, и региональным чиновникам, и в приемную президента. Для этой площадки мы еще будем бороться. Единственное место, где шугают. А здесь уже выросли ребята, которые входят в сборную города по футболу. Мальчишки с удовольствием. Вот сейчас снега очень много. У нас здесь и зимой они в футбол играют, малыши там играют чуть подальше. Мальчишки гоняют футбол. Большие уходят, их братья приходят. Маленькие гоняют с удовольствием. С ними и мы тоже иногда молодо вспоминаем по пьяным. Ну нет у нас необходимости в этом магазине. Нету. Мы не хотим. Мы собрали подписи и если понадобится, будем обращаться и дальше. А если приедут строить, то мы все выйдем сюда на площадку и их сюда не допустим. Ну как это приедут строить? Ну в конце концов мы здесь живем, мы здесь живем. Ну это что, получается как в той дореволюционной России. Там крестьянин стоит на одной ноге, а мы вообще на мизинце уже стоим. Фурмановская администрация держать ответ за свои действия готова. Окончательного решения строительстве магазина еще не принято. Жильцов через газету просто проинформировали. Впереди общественное слушание. До момента принятия окончательного решения мы готовы пригласить инвесторов, готовы пригласить наших граждан, чтобы в таком диалоге принять окончательное решение. Поэтому помимо граждан и в секрете от них, с каким-то там укрывательством этого вопроса, это конечно происходить не будет. Будет максимально процесс открытый и если так сказать будет к этому проекту вообще негативное отношение, ну глупо наверное его какими-то методами силами продавливать и реализовывать. Благоустройства конкретно этой территории в планах администрации на ближайшее время нет. Однако инвестор, который не прочь построить там магазин, готов за свои деньги спортплощадку оборудовать где-нибудь поблизости. Каким будет решение и будет ли оно компромиссным, пока предугадать сложно. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.